Агутин Леонид Николаевич. Эстрадный певец, поэт, музыкант и аранжировщик. Автор нескольких книг. Популярность пришла к нему в середине 90-х годов после выхода альбома «Босоногий мальчик», но в отличие от ряда других исполнителей того времени, звезда Агутина не просто не погасла с лихих годов, а разгорелась еще ярче. Сегодня его хорошо знают, уважают и любят на всем постсоветском пространстве. Агутин Леонид родился 16 июля 1968 года в городе Москва. Рос в семье знаменитого музыканта Николая Агутина и его супруги Людмилы, работающей педагогом. К сожалению, успешная карьера у обоих родителей разлучила семью. Со временем брак родителей будущего артиста распался. В детстве Леонид отличался упорством и трудолюбием, что особенно проявлялось в занятиях музыкой. Кроме обучения в обычной средней школе, он по несколько часов в день уделял ежедневным разучиваниям нот и гамм фортепиано. Когда музыкальный талант Агутина стал неоспоримым, родители перевели его в московскую джазовую школу при Доме культуры Москворечия, по окончании которой юноша стал студентом Московского института культуры. С 1986 по 1988 год будущий артист служил в пограничных войсках. В армии певцу пришлось попрощаться с длинными волосами, которые он носил с должности. Он быстро стал солистом военного ленинградского ансамбля песни и пляски, но неудачный поход в самоволку решил его дальнейшую судьбу в рядах армии и дослуживать ему пришлось на карелой финской границе в пограничных войсках. После демобилизации Леонид стал ездить на гастроли со многими популярными артистами и предварял их концерты своими сольными выступлениями, выходя, так сказать, на разогреве. В этот период он сам начал писать слова и музыку, а в 1991 году Леонид записал свою первую песню «Босоногий мальчик», с которой он победил на фестивале в Ялте и вскоре после этого она стала настоящим хитом. В 1992 году Агутин окончил вуз, получив диплом по специальности режиссер театрально-массовых представлений. С этого времени он с головой уходит в творчество, работает над своим первым сольным альбомом. В 1994 году певец выпустил дебютный альбом. Пластинка произвела настоящий фурор в мире отечественной музыки. Такие песни, как «Хоп хей ла ла лей», «Голос высокой травы», «Кого не стоило бы ждать» звучат из каждого окна. В конце года босоногий мальчик признается альбомом года, а сам певец – лучшим исполнителем. В апреле 1995 года Агутин собрал два аншлаговых концерта в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В декабре того же года певец выпускает второй сольный альбом «Декамерон». Наряду с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и группа Любе, он является одним из рекордсменов по числу полученных им премий «Золотой граммофон». В 1998 году Агутин создал собственный музыкальный коллектив «Эсперанто». Особняком дискографии артиста стоит альбом «Cosmopolitan Life» 2005 года, записанный совместно с джазовым гитаристом Эллом Демиолом. Диск был издан не только в России, но и в Америке и в Европе. Причем именно на Западе джазовый альбом получил гораздо большее признание и долгое время занимал верхние строчки в чартах США, Канады и Германии. В 2008 году певец получает признание государства, ему присваивается звание заслуженного артиста Российской Федерации. В следующем году музыкант выпустил книгу «Записная книжка 69», в которую вошли стихи и песни, написанные им в течение последних десяти лет. В 2014 году вышел его второй сборник стихов «Поэзия обычных дней». Помимо собственного творчества Агутин с удовольствием становится участником развлекательных программ. Первый опыт случился в паре с Татьяной Лазаревой на украинском телевидении в шоу «Зирка-зирка», а следом с Федором Добронравовым он пел уже в российском варианте шоу «Две звезды» и стал его победителем. Сам артист наиболее ярким телевизионным этапом в своей жизни считает замечательный музыкальный проект Первого канала «Голос», в котором он – неизменный наставник и член жюри. Его коллегами и соперниками по шоу стали Пелагея Дима Белан и мэтр эстрады Александр Градский. В 2016 году именно его участница Даша Антонюк завоевала главный приз. Личная жизнь Леонида Агутина сложилась не сразу. Первый брак артист заключил еще в студенческие годы. Его женой была Светлана Белых, с которой он прожил около пяти лет. Выступая в 1994 году на фестивале в Париже, певец познакомился с балериной Марией Воробьевой. Пара несколько лет прожила в гражданском браке и в 1997 году у них родилась дочь Полина, которая сейчас живет с матерью во Франции. Самыми известными романтическими отношениями Агутина стал его брак с певицей Анжеликой Варум. Они начали встречаться в 1997 году и спустя три года узаконили свои отношения, сыграв свадьбу в романтической Венеции. Пара практически неразлучна, причем не только в жизни, но и на сцене. Агутин и Варум записали несколько совместных альбомов и дуэтных песен, которые неизменно становились хитами и регулярно попадали в ротацию на радиостанции. В феврале 1999 года у пары родилась дочь Елизавета. Леонид Агутин прекрасно выглядит. При росте в 172 см вес артиста составляет 67 кг. При этом певец признавался, что строгих диет не соблюдает, однако уже давно отказался от красного мяса, сладкого и дрожжевого хлеба. Агутин с удовольствием ест курицу и рыбу, а еще занимается спортом, в частности большим теннисом. Образ жизни позволяет знаменитости кипеть творческой энергии и давать концерты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова